Этот простой, на первый взгляд, лопастной агрегат для первого советского массового самолёта Поликарпова сто лет назад спроектировал профессор Жуковский. Раритет выставлен в Центральном музее ВВС в Монино, как свидетельство эпохи зарождения авиации. Ко дню Защитника Отечества музей открыл постоянную экспозицию, состоящую из 27 воздушных винтов самых разных конструкций. Аналогов коллекции до сих пор нет ни в одной стране мира. Это уникальнейшая коллекция, потому что она показывает эволюцию развития винтовой, турбовинтовой авиации, которая в своё время и сейчас ещё продолжает оставаться на вооружении наших военно-воздушных сил. Ветераны авиации и кадеты Монинской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой увидели коллекцию первыми. Лётчик-конструктор Юрий Шевцов отдал авиации 25 лет, летал на Як-11, до сих пор замирает, услышав гул пропеллера. Мне нравится, когда из Чкаловска взлетает Ил-18, шум винтов, ласковый я называю. Всё, что нужно для молодёжи, здесь есть. Я рад, что активно в этом работают сотрудники музея. Многие винты прошли долгий путь реставрации и выглядят, будто с конвейера. За эту работу музей отмечен медалью Минобороны за вклад в конгрессно-выставочную деятельность. И приложив массу усилий, мы отреставрировали их и привели их в экспозиционное состояние. Нам помогали сотрудники, нам помогали волонтёры, нам помогали жители Монина. Наряду с отечественными в коллекции представлены винты конструкторов из Польши, Германии, Америки. В мире таких единицы. Винты 1912 года, которые устанавливались на самолёт Лебедь-1, конструкторы Лебедева. 1916 год. Вот здесь перед вами представлен американский двигатель Кёртис и Вильд, который устанавливался в 1916 году на английском самолёте Сопвич. От первых воздушных двигателей системы Шовлера-Лебедева до четырёх лопастных для самолёта Ил-12, способных увезти самолёт на далёкие расстояния, представлены здесь, в Музее авиации в Монина. Вся авиация как на ладони. Вот эти винты, которые поднимают в небо наши могучие самолёты, они вот, вся история находится здесь. Хочется поблагодарить всех, кто развивает музей, всех, кто живёт в Монина, потому что в Монина живут уникальные люди. Новую экспозицию пополнил заслуженный военный лётчик Юрий Клишин. В дар он передал уменьшенную копию винта от моноплана «Ньюпор-4», изготовленной на первом императорском авиазаводе «Дукс». С винтом той же модификации пилот Нестера в 1913-м впервые выполнил «Мёртвую петлю». Я бывал во многих авиационных музеях различных стран. Германия, Франция, Англия, США. Но такой экспозиции винтов нигде не было. Дарю винт производства «Дукс» Александр Николаевич. Винт – прекрасное изобретение, но и у него есть свои аэродинамические пределы. Скорость, ограниченная 720 км в час. Почему именно так, вам расскажут и покажут в Центральном музее ВВС. Михаил Налётов, Валерий Жеглей. Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok